Настольный теннис это популярная и по-настоящему удивительная игра, которой покорны все возрасты. В этом мы смогли еще раз убедиться, побывав на престижных краевых соревнованиях по настольному теннису в спорткомплексе «Юность». Спортсмены из Республик Крым и Адыгея, Донецкой Народной Республики, Московской, Ростовской, Курской, Волгоградской областей, а также из Ставропольского края и со всей Кубани приехали в наш город на Кубок губернатора края. Мы приехали из Московской области первый раз, и также говорю, Республика Крым и Донецк. Уровень достаточно приличный. Если учесть то, что на этих соревнованиях, только на этих, сейчас можно присвоить кандидату мастера спорта, то, как говорится, с каждым годом, даже со временем, будет увеличиваться количество народа, которые захотят или подтвердить звание кандидата, или выполнить его. Крымские спортсмены уже не один раз приезжали в наш город в спорткомплекс «Юность», чтобы принять участие в серьезных соревнованиях. Здесь отличный зал, отличные соперники, очень сильная борьба. Здесь приезжают просто множество регионов, участники. Я в восторге просто от этого места. Каждый раз, на каждое соревнование сюда практически приезжаем. Готовилась к этим соревнованиям я очень долго и очень упорно. Очень были напряженные тренировки по два раза в день, очень по три часа бывают тренировки, очень долго. Тренер ялтинских теннисисток Александр Черепанов считает, что участие в престижных соревнованиях позволяет повышать уровень спортсменок. Мы всегда с удовольствием ездим сюда, в Славинск на Кубани. Здесь проводится много соревнований. Один из этих стартов – Кубок Краснодарского края. Здесь всегда есть разноуровневые соперники, то есть это очень, скажем, полезно, чтобы всегда были впереди вас игроки выше, более высокого уровня. Тогда будет и уровень вашего игрока подниматься. Мастер спорта по настольному теннису Маргарита Савельева говорит о нашем городе как о важном центре для развития этого вида спорта. Очень люблю этот город. Это город, можно сказать, мека настольного тенниса Краснодарского края. Очень много известных спортсменов вышли именно представители этого города. Всегда с удовольствием сюда приезжаю и есть возможность посоревноваться с представителями других регионов. Это хороший опыт и для молодых спортсменов, которым, может быть, они чему-то у нас учатся. И также мы подсматриваем что-то новое, какие-то новые элементы, потому что теннис не стоит на месте, он все время развивается. И хочется быть, так сказать, в тренде. Она убеждена, что настольному теннису действительно подвластны все возрасты. Я считаю, что настольный теннис – такой уникальный вид спорта, в котором вообще нет возрастных рамок. К примеру, в ноябре будет проходить фестиваль настольного тенниса среди ветеранов по различным возрастным категориям. Я знаю, что уже 10 человек заявились в категорию 80+. То есть настольный теннис популярен, он любим всеми женщинами, мужчинами. Здорово, что можно соревноваться между собой, мальчиком и девочком, нет каких-то гендерных различий. Для многих участников турнира с ним были связаны большие надежды. И они очень старались хорошо выступить. И спортивная удача улыбнулась сильнейшим. Среди женщин победила краснодарка Софья Козлова. Среди мужчин – Данил Черкис. Также из краевого центра. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».